На звездку будет Гарри Табах, капитан первого ранга ВМС Сполученных Штатов. Гарри, доброго вечера. Добрый вечер, витаю. Витаю вас на взаим. Ну и, конечно же, мы поговорим сегодня об ожидаемой и неожиданной победе. Наши зрители часто шутили о том, что вы, пожалуй, один из немногих, кто верит в победу Трампа. Наверное, потому что возглавляет калифорнийский избирательный штаб Трампа. Как бы там ни было, но насколько для вас ожидаемым и неожиданным стало решение Байдена, который вдруг напоследок принимает решение о разрешении бить американскими ракетами вглубь России по российским военным объектам. И теперь возникает вопрос, а существует ли преемственность в американской власти настолько, чтобы это решение не было отменено администрацией Трампа? Нет, когда Трамп станет президентом через два месяца, он своим указом может все, что угодно и отменить, и наоборот назначить. Ну, мне нравится ваше постановление вопроса, что вы сразу же говорите, а не может ли Трамп нам дать еще оружие? Вы сразу ставите, а не может ли Трамп отменить все это? Потому что, ну, это то, чего вы хотите, вы хотите ожидать, вы хотите уговорить Трампа, что он плохой и вам помогать не будет. Ну, может, когда-нибудь и уговорите, я не знаю, я не могу предсказывать и предвидеть что-то, что будет делать у вас достаточно и на вашем канале. Ну, хочу также убедить украинских ваших зрителей, что Байден это не сделал, чтобы помочь Украине. Он это сделал, чтобы напакостить Трампу. Вот и все. Что у Трампа сейчас должна быть еще одна забота, думать, а что, как будет действовать Путин, потому что, наверное, он подготовил какие-то действия, не, наверное, а точно он подготовил какие-то действия, но игра изменилась. Вообще-то, когда Байден пригласил этого нациста, фашиста, как они его называли, в Белый дом и сказал, что будет передача власти очень мягкая, очень хорошая, не как в прошлый раз, и Трамп его поблагодарил, так вот, когда это становится, когда президент становится хромой уткой, он вообще-то уже передает власть вот эти два месяца новой администрации, и они, все решения, которые принимает хромая утка, вот эта, он уже должен, как бы, это обсуждать с новой властью, которая заходит, чтобы их не подставлять. Но это не было обсуждено с Трампом и его командой, что дадут разрешение вдруг ни с того, ни с сего, три года не давали, а тут дают разрешение бить по российской территории нашими атаковцами. То есть это не сделано для того, чтобы помочь Украине или что-то сделать. Ну, насколько я понимаю, команда Трампа не против этого, они не говорят, что этого не надо было делать или надо делать, они не комментируют по этому поводу. Поэтому посмотрим, как это произойдет. Но мне нравится, как вы ставите в типичной украинской инфосфере эти вопросы. Слушайте, а давайте вы дадите типичный американский ответ на вопрос, который мы задали нашим зрителям. Как вы полагаете, а как поведет себя Россия после ударов Украины вглубь Российской Федерации? Вот мы дали зрителям четыре варианта ответа. Возможно, Россия после этого захочет сесть за стол переговоров, как предположение, или нет, Россия будет еще сильнее атаковать Украину. Третий вариант. Возможно, ничего и не изменится. И четвертый вариант. Россия может использовать ядерное оружие. И тот факт, что Путин вносит в очередной раз изменения в свою ядерную доктрину, наверное, тоже может быть неким подтверждением того, что Россия готова использовать ядерное оружие. Вот какой бы вы вариант ответа выбрали на вопрос, а как дальше будет вести себя Россия? Я, опять же, я же вам говорю, что я не предсказатель, я не всевидящий. И мне, по большому счету, как человеку военному, мне все равно, как будет себя вести Россия. Мы должны быть готовы ко всем четырем. И даже не к четырем, а ко всем восьми и восьмидесяти вариантов, которые Россия может к нам подсунуть и готовиться. Одного варианта тут не может быть. Потому что Россия тоже там не идиоты сидят. Они будут действовать многоходовками, разными вариантами и разными схемами. А не просто вот так, как вы предложили эти четыре лобовых ответа. Да или нет. Мы же не в школе. Поэтому надо быть готовым ко всему. Ядерное оружие, я не думаю, что Россия может и есть возможность. И причем президент Трамп уже выступил, что он вернется вот в эти звездные войны, которые начал президент Рейген, давая знать России, что этого слова даже упоминать нельзя про ядерное оружие. И тут тоже надо включать еще и Китай. Поэтому это пока что рано об этом говорить. Нету никаких признаков, нету никаких движений в ядерной атмосфере, в ядерной ситуации. Да, они там пишут разные вещи, они там говорят разные вещи, но никаких движений не проследуется по этому поводу. Ядерное оружие – это не просто оружие, которое ты достал, нажал на спусковой крючок или на кнопку, и оно полетело. Это нужны быть испытания, это нужны проверки, это нужно много-много вещей, которые должны происходить, прийти в движение. Поэтому такого простого ответа, который вы хотите, нету. Я хотела бы, кстати, поговорить еще с вами о команде Трампа. Время от времени мы слышим новых кандидатов на ключевые позиции в американском истеблишменте. Но я хотела бы также обратить ваше внимание и внимание наших зрителей на сообщение, которое было получено от Министерства обороны Российской Федерации. Тут заявляют, что запустили шесть дальнобойных ракет по их военному объекту. Информацию подтверждает главный редактор издания «Воин» Юрий Бутусов. Источники издания утверждают, что баллистику направили в район города Крачев Брянской области. Там склады главного ракетно-артиллерийского управления. Вероятно, там хранились и корейские ракеты. Долго детонировало. У нас есть кадры вот этой атаки. Давайте мы посмотрим, а вы, как военный эксперт, прокомментируете, вот от чего так детонировало и полыхало. Пожалуйста. Молодец. Ну и российская Миноборона заявляет, что вооруженные силы Украины якобы атаковали арсенал оружия в городе Крачев Брянской области Российской Федерации. А как вы оцениваете вот все увиденное? Ну, то, что, да, разбомбили их склады какие-то. И то, что я вижу там вторичные взрывы, это слышно. И две ракеты запущены, чтобы что-то сбить, что-то летит. Сложно, так сказать, из этих кадров точно. Но, опять же, это все здоровски. Но я не придавал этому такому огромного значения, потому что, еще раз, русские не идиоты. Там не сидят идиоты, ни одни пьяницы, алкоголики. Они прекрасно понимают, что происходит. Они рассосредоточили свои тылы. Они убрали многие вещи от, хотя бы, от той дистанции, которую могут хаймарсы и атакам за их достать. Почему это было пролито вообще? Вообще-то это должно быть секретом. Это, ну, ваши коллеги, они почему-то считают, что это надо обязательно донести гражданскому населению. То есть, когда сказали, что Байден дал разрешение, дал разрешение на ракеты, которые будут доставать 180 миль вглубь Российской Федерации, россияне очистили территорию на 180 миль. Вот все. Они рассредоточили свои тылы. Зачем надо было это объявлять? Объявлять такую дистанцию эти ракеты могут достать? Это было через ваш любимый «Нью-Йорк Таймс» слито. Может быть, это и «Белый дом» слил туда. Я не знаю. Не, мой любимый «Уолл-стрит-джорнал», не путайте. Но пока мы с вами говорим, пришло сообщение о том, что в Европейском парламенте состоялось внеочередное пленарное заседание по случаю тысячи дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Во время открытия заседания Европарламента Роберт Мэтсел заявляет президент Европарламента, что парламентарии будут поддерживать Украину до тех пор, пока она не получит свободу и настоящий мир. Столько, сколько потребуется. Любой настоящий мир должен строиться на принципе ничего об Украине без Украины, подчеркнула Мэтселла. Скажите, как вы полагаете? Вот мы очень часто говорим о том, что по сути миссия Трампа возвращ... Да, кстати. Это действительно заслуживает аплодисменты. Белого кала, белого кала, белого кала. Да, это заслуживает аплодисменты. Представите мне, чтобы я заучил это и тоже так красиво поступал. Да, ну я... Вам же нравится, когда любить ушами, когда... А что они сделают по этому... Вот вы сейчас ответите на этот вопрос. А теперь весь вопрос в том, действительно ли команда Трампа готова вернуть вот это мировое... статус мирового полицейского. И все-таки по отношению к Европе, какой будет политика команды Трампа. Как вы полагаете? Или Европе стоило бы наконец-то подумать о том, как, перефразируя фразу Кеннеди, что не спрашивайте, что Америка сделала для всеобщего блага, спросите, что вы сделали для Америки. Насколько Европейский Союз осознает всю серьезность ситуации, риски и угрозы ядерной атаки со стороны России? Что должно было бы измениться в военной доктрине европейских стран? Ну, во-первых, новая администрация, или тех, кого пытается президент Трамп создать в этой администрации, и он сам говорит, что мир через силу. Мир через силу. Мы будем показывать силу. То есть мы вернемся. Конечно же, он уже и назначает людей, которые будут реструктурировать и наше государство в целом, как Рама Свами, как Алан Маск, и также нашего человека, которого он хочет, министры обороны, который говорит, что нет, мы закончили с этим, чтобы вас стать генералом или полковником, вы должны себе пипичку отрезать. Нет, это уже не квалифицирует тебя быть командиром или военачальником. Да, поэтому они, да, возвращают наши войска в ту русло, и будут трибуналы, будут комитеты созданы. А в Европе им говорят, что, господа, вы можете ныть сколько угодно, вы можете лить грязь на Трампа и на его окружение, но вы должны платить свою долю НАТО. Вы обязаны платить, вы подписались на это. Поэтому, пожалуйста, платите. И что Трамп требует, говорит, что не только 2%, а уже 3% вы должны заплатить. Вы должны вернуть, вы должны начинать летать. И идет огромная война. Она идет на вашей территории, она идет на вашей лужайке. И вы должны что-то делать, а не все время тыкать пальцем на Америку. У нас тоже есть проблемы и внутри, и наружно. И тут не только существует одна Украина, еще есть проблемы в мире, в Израиле, на Ближнем Востоке, в Гаяне, в Венуссуэле, те, которые ближе к нам находятся, к Соединенным Штатам Америки, на Кубе. Поэтому, конечно же, Европу будут заставлять участвовать в этом и что-то делать, помимо того, чтобы давать такие красивые речи, которые, вот если у меня была салфетка, я бы даже, наверное, проследился.